В регионе активно развивается овощеводство. В частности, планируется наращивать площади под картофель, лук, кворковь и капусту. Это позволит сократить объемы привозимой продукции и стабилизировать цены на овощи, подчеркнул Аким области на ремонту регалий в ходе рабочего визита в район Байтирек. Глава региона посетил ряд сельскохозяйственных формирований и встретился с руководителями фермерских хозяйств. Одна из задач, которую ставит глава государства, больше производить собственной продукцией, чтобы цены на нее были максимально доступными. Если жителям региона в год необходимо 64 тысячи тонн картофеля, то сегодня 90% – это местное производство. 98% лука также выращивается в нашей стране, а морковь и капусту – около 50% от потребности. Картофель в области сегодня посажен на 1800 гектарах. Необходимо увеличить площади. В СПК Рубежинская, которая специализируется на выращивании овощей, сейчас горячая пора. Рабочих рук и техники хватает. Мы выращиваем культуру, такие как картофель, капуста, морковь. Имеем орошаемые поля. На сегодняшний день 440 гектар орошаемых полей. У нас проблема – нехватка земли. У нас все обороты. И должен быть трехпольный, а на сегодняшний день двухпольный. То есть немножко технология нарушается. Хотелось бы побольше земли для того, чтобы правильную технологию выдерживать, чтобы более качественный продукт выращивать. Продукция реализуется не только в сельском округе, но и в целом в области. Здесь 700 гектаров земли. Как сами видите, засеяно 150 гектаров. Еще картофелем засеют 70. На оставшейся части капуста. Около 100 гектаров отведено под морковь. Здесь занимаются еще разведением скота. Для этого сажают озимые. Землю используют эффективно. Продолжается работа в ТО Баустен. Хозяйство занимается посадкой и хранением овощей. Аким области ознакомился с работой и дал конкретные поручения руководству компании. Помимо увеличения объемов продукции, необходимо уделить внимание качеству. Также на ремонтуре Галиев отметил, что это хозяйство играет важную роль в обеспечении региона картофелем и другими овощами. В дополнение к существующим трем овощехранилищам вместимостью 12 тысяч тонн планируется построить еще одно. В этом году планируем приступить и завершить еще одно хранилище навального типа. Порядка 230 гектар мы планируем в этом году посадить. Это картофель, это морковь, это свекла, это лук. Аким области на ремонтуре Галиев отметил, что со следующего года государство будет субсидировать 50% затрат тем, кто строит овощехранилище. А Тео Айала Энвира в Январцевском сельском округе занимается животноводством. Здесь из Чехии завезли 96 голов племенного скота. По словам директора Тео Байзулы Амангалеева, в этом году молоко они сдают частному предприятию «Каверин» в Доринском. А в следующем году планируют самостоятельно перерабатывать его и производить различную продукцию. В магазинах нет нашей продукции. Вся продукция привозная, белорусская, российская. И я задался целью, почему так? Почему, например, мы, имея столько земли, имея возможности и имея способности в этом, и знания от наших родителей, наших предков, мы не можем сделать это? И в связи с этим я решил этим заняться. Аким области поддержал инициативу главы хозяйства и дал ряд поручений. В этом направлении стоит двигаться еще и потому, что по сравнению с производителями продуктов питания, переработчик получит больше прибыли. Развитие молочного пояса в регионе является главной задачей на сегодняшний день. Поэтому очень важно уделять этому особое внимание. В этом году в нашей области выделяют 6 миллиардов тенге на молочные направления. Сейчас в четырех хозяйствах планируем запустить молочно-товарные фермы, чтобы нарастить объемы готовой продукции. Две будут строиться с нуля. Они получат дополнительную господдержку. Область будет получать еще 11 тонн переработанной продукции. Доведем данный показатель до 35%. Еще раз повторяю, что цель наладить переработку мяса и молока. Скота при этом у нас достаточно. Нам нужно этот потенциал использовать эффективно, что будет выгодно для крестьянских хозяйств и для экономики области в целом. Сейчас переходим на такой принцип работы. Аким области также посетил хозяйство «Перспектива Кан» и «Заман». На ремонтуре Галиев высоко оценил их работу. В ТО «Перспектива Кан» занимаются разведением казахской белоголовы. В этом направлении здесь работают на протяжении пяти лет. В хозяйстве более 500 голов маточного поголовья КРС. Постоянной работой обеспечено более 100 человек. 800 гектаров земли есть под пашней. Там высаживаем ячмень, суданку, соргу. Весна – всегда напряженное время года для сельхозтоваропроизводителей. Глава региона поблагодарил всех за нелегкий труд и еще раз подчеркнул, что государство в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Клубек Акраб, телеканал Акжаик.